Наш юный друг, заходя к дедушке в хату, всегда окунался в неописуемое блаженство легкости и комфорта в соединении с ощущением безвременности пространства. Он чувствовал себя, как в музее, где все чисто, аккуратно и с любовью расставлено. Поначалу боялся даже передвигаться по комнате из-за внутреннего нежелания нарушить этот уют. Вышитые картины и рушники, чисто убранные постели с вышитыми подушками, самодельная мебель, оригинальный резной дубовый письменный стол, картины и иконы работы рук дедушки, всегда свежий воздух и запах вкусного очередного блюда, который сотворяется руками той, кто еще не попал на наши страницы, но занимает в жизни дедушки особое значение. Его супруга. Извините меня, что не познакомил вас раньше с этой замечательной женщиной и матерью двух очаровательных девушек. Ох, много женихов крутится вокруг двойра нашего дедушки. Но так ли стар дедушка, как мы думаем? Ох, и хитер же наш дед. Никакой он еще не дед. Он сам так себя называл еще с молодости. Так оно и повелось. Но не стану углубляться. Их семья особое, необычное повествование. Пока дедушка не разрешает мне об этом писать, да и разрешит ли когда-нибудь? Любопытно. Меня не менее вашего крутится блаз показать вам хоть краешком глаза, хоть в щелку этот мир в доброй семье. Но нельзя, чтоб не сглазить. А то дедушка накажет. А я не хочу попасть в немилость такого интересного человека. Чистота. Наш юный друг уже почти месяц каждый день вкушает кухню супруги-знахаря, но так и не может привыкнуть чувство особой благодати от дыхания от чадьга дедушкиного жилища. Я с таким неудовольствием всегда ухожу от вас. Вы меня очаровали буквально всем. И беседами, и опытами, и улыбкой, и вкусными обедами, и домашним уютом, и мастерской. Я прямо возгораюсь страстью жить так, как живете вы. Это не я тебя очаровал, мой юный друг. Это тебя очаровала сила искренности и сила чистоты. В беседах и в улыбке искренность. В обедах талант моей половинки. В уюте очистительная сила чистоты. Но в мастерской так там я сам. Это моя слабость инструмент. Равняйте старые гвозди и даете новую жизнь стихиям. И радуюсь новорожденным творениям. Но самое притягательное, дедушка, это ваш дом. Уютно говоришь? Вот тебе очередной урок. Чистота в одежде и доме – необходимое условие дружбы с силой чистоты. Белые одежды. Нет тебе пропуска к чистым силам, если у тебя грязный ворот рубашки или засаленные рукава. Если есть возможность быть чистым, а ты в грязи – берегись. Внешний вид, я уже говорил, это твоя визитная карточка в мир. И об этом всякий человек обязан помнить. То же относится и к дому, святилищу каждого, кто выбирал путь прожить жизнь и дать колос плод. Дом, сынок, это маленькая вселенная, где ты можешь стать хозяином, творцом. Человек ведь сотворен по подобию Божьему, потому его дом – это его мир, и он за него отвечает перед Богом. Семья и дом – где еще счастье, как не в них? Мало и в великом, великое в малом. Вселенная в доме, дом во вселенной. Бог правит миром, а человек правит домом. Порядок и чистота в доме – это одновременно и порядок в уме, и уют в душе, и здоровье в теле. Когда человек знает, где и что лежит, он этим приучает свой мозг к порядку. И таким способом организовывает себя как индивидуальность и тренирует дисциплину и память. Память, которая, по словам одного старого знахаря, является основным достоинством, по которому опытные мастера отбирают себе учеников. Так и я когда-то был признан дедом Иосифом. Много знал дед, да не успел я у него научиться, молод был. Только запомнилось мне его частое ко мне обращение – учись, у тебя хорошая память. Он вас учил магии? Нет, сынок, он мне просто рассказывал о магии и разной интересной истории своего опыта. Мне тогда было 15 или 16 лет, и я не особо вникал, а просто с интересом выслушивал рассказы дедушки. Подобно как я сейчас слушаю вас? Не думаю. Ты старше и уже имеешь желание познать и научиться. Я же тогда был только увлекающимся. Дедушка задумался, а затем снова своим старым приемом преобразился и продолжил. Убирая периодически пыль в комнатах и наводя порядок в вещах, ты вступаешь в контакт с вещами, будто говоря «Родные мои, я вас не забыл» и очищаю от пыли, и снова заверяю вас, что помню и люблю. Вещи слышат тебя и оживают. Потому после уборки, взглянув на свою обитель, ты почувствуешь в ней оживление и свежесть. Да, все вокруг задышит жизнью. Вещи возрадуются, что они еще нужны тебе, что ты не забыл о них и будут служить тебе верой и правдой. А если что-либо из вещей мне уже не нужно, как тогда? Бывает и такое, но здесь есть выход. Подарить или в худшем случае продать. Но никогда, никогда не выбрасывай. На каждый товар есть свой покупатель. Точно так же и каждой вещи, рано или поздно, можно найти применение, которое ее живит и вновь счастливее. А не стану ли я тогда Плюшкиным? Плюшкин собирал, но не оживлял. Я же говорю о сознательном поиске разумного применения старых вещей. Это творчество, благородное творчество. И сила, составленная из благодарностей тех, кого ты благословил на новую жизнь. Смотри, и сила, и творчество, и тренировка рук для целительства. Мало ли тебе этого? А ты Плюшкин. Какой же это Плюшкин? Но можно же надсобирать вещей и не оживлять их. Можно, если обленишься. Тогда точно будешь Плюшкиным. Значит, опасность все-таки есть. Опасность есть во всем. Извините, дедушка, за вопрос, но я не удержусь от любопытства и спрошу. Правда ли, что если в вашем дворе что-либо взять без разрешения и попытаться уйти, то не выйдешь за пределы двора, пока не положишь вещь на прежнее место? Есть такое у вас? Попробуй, тогда узнаешь. Да неудобно мне это делать, я же не воришка. Тогда отвечу. Это правда. Почему так? Ответ в сегодняшней беседе. Если меня мои вещи любят, то они не нахуй хотят, совершенно не хотят покидать свой дом без моего на то разрешения. И им в этом помогают все мои домочадцы. Все царство дедушки знахаря. Вот об этом и подумай. Продолжение следует...